В День Победы в Алмазном крае провели более ста мероприятий. Некоторые проходили впервые. Яркий тому пример – Айхал, где состоялся парад автомобилей. Об этом в сюжете далее. Мирном несколько лет назад появилась хорошая традиция – кормить горожан армейской кашей по завершению торжественного митинга на Площади Победы. Администрация района выделяет для этого одну полевую кухню, вторую по традиции выставляют казаки. Поэтому все желающие могут сравнить, кто лучше и сытнее готовит. Очень хорошо приготовлено. Я, если честно, даже удивлен. Я думал, она такая резиновая будет, но нет, она даже с мясом. В День Победы все удачницы также могли попробовать солдатской каши. В первые часы здесь выстроилась огромная очередь. Ребятишки уже с раннего утра томились в ожидании у полевой кухни. И как один с улыбкой говорили, что дома она не такая вкусная. В Ленске после основных торжественных мероприятий спортсмены провели легкоатлетическую эстафету. В этом году ей исполнилось 25 лет. Эстафету проводят с 1963 года. Она состоит из 12 этапов, каждая по 300 метров. Начало старта у Вечного огня. Уже второй год подряд эстафету начинают, не дожидаясь окончания митинга. В этом организаторы приметили свои плюсы. Некоторые идут домой, возвращаются по улицам и видят, как спортсмены наши бегут. Тем самым есть эмоции у зрителей, есть эмоции и у спортсменов. В этом году в эстафете приняло участие 14 команд. 10 от предприятий, 4 школьные. Среди взрослых до финиша добежали первыми сотрудники Ленского управления магистральных газопроводов. Среди общеобразовательных учреждений первое место у третьей школы. А в Айхале из-за распутицы пришлось отложить проведение эстафеты. Обильные снегопады накануне отодвинули ее на июнь. Однако для айхальцев связь поколений – непростые слова. Вместо эстафеты впервые в поселке по инициативе граждан организовали движение праздничной колонны автомобилей. 32 участника проехали по улицам поселка. За самые оригинальные украшения автомобилей пять владельцев получили специальные призы от местной администрации. Остальных участников поощрили памятными подарками. Память – это все-таки за наших дедов. Выходь, проходиться, дать честь, достоинство. Наряжали, заказывали с интернета наклеечки, наряжали. Идея пришла мгновенно, чтобы показать все наших дедов, прадедов. Решил поехать почтить память победе. Праздник победы с каждым годом приобретает все больше размах, что говорит о его значимости и необходимости. Особенно это актуально сегодня, когда подвиг наших предков принижают и замалчивают, а то и вовсе пытаются переписать. Отдавая лавры великой победы не тем, кто этого заслуживает. Роман Муконин, Тимур Ширыжик, Ирина Балкова, Денис Сиротин, Светлана Угрюмова, Денис Хазов, Олеся Васева, телеканал «Алмазный край».